Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт версию 1.9 в обзор нового снапшота. Кто не знает, что такое снапшот, снапшот это пробные такие обновления версии, которые засунут в новую версию Майнкрафта, то есть, как я уже сказал, 1.9. И в этой серии мы рассмотрим крылья. Да, ребята, в Майнкрафт добавили крылья, и они настолько офигенные, что ни малюсенький мод с ними не сравнится. Новые лодки, и также, также, ребята, мы просто-напросто рассмотрим, где же достать эти крылья, как их использовать, как их чинить и многое другое. Но перед этим, ребята, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь если мы наберем 700 лайков, то, во-первых, в первую же очередь я буду очень сильно этому рад. Во-вторую, просто-напросто я увижу то, что вам нравятся подобные видео, и буду выпускать для вас их еще намного чаще. Честное слово, ребята, я же вас сильно всех люблю, надеюсь, что вы ко мне будете так же относиться. Ребята, не забываем оставлять комментарии, ведь я отвечаю на вопросы своих подписчиков, кто не верит, тот может убедиться в этом, оставив комментарий под этим видео. И последнее, не забываем подписаться на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому я бы тебя прям хотел попросить подписаться на мой канал, я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем, и сразу же, в эту же секунду, мы посмотрим, как работают крылья, и что они вообще себе представляют. Что я тут забыл, что я тут забыл на вот этой большущей горе? Ну, если мы же хочем испытать крылья, то как же без горы, то есть, как же мы их испытаем, если мы не спустимся? А вот, ребята, новые крылья, которые называются Элитра. Вот такие крылья, да, то есть, ничего они себя не представляют, как будто какой-то плащик, я не знаю, там, Гэндельфа или в кого там есть плащик. Но, как только мы прыгнем, крылья раскрываются, и это настолько крутая анимация, что, 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 у меня просто слов нету. Разработчики, я прям, дайте я вам похлопаю, надеюсь, надеюсь не умру, но это нереально круто. Ребята, вы смотрите, что они вытворяют с этими крыльями. Это прям, знай, знай, вуууу, точно, а я думаю, что же мне напомнило вот это, что же мне этот полет напоминает. Ребята, знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает полет в игре Бэтмен. Точно, я только сейчас это вспомнил. Кто проходил игру Бэтмен в различной там части, то, офигеть, тот, ребята, в принципе, тоже меня немного поймет, Вот, потому что полёт тут настолько крутой, что, ребят, я прям готов каждый раз находить какую-то такую большую гору и каждый раз просто спрыгивать и наслаждаться этим нереальным полётом. Потому что это мне не надоедает, честно, если бы ещё вот эти текстурки прогрузились, чанки, да, это мне не надоедает. Вот, смотрите, ребят, смотрите, как тут можно парировать просто-напросто в воздухе. Ааа, мне это не надоедает, я даже перед видео уже тут налетался столько, что с ума можно сойти. И я не устал, потому что это мне нереально нравится, ребят, это так круто, что это с ума можно сойти. Я просто готов раз за разу, раз за разом прыгать и наслаждаться. Мне это не надоедает, ребята, честно. Настолько круто это всё разработчики сделали, чтоб я прям в шоке. Ребята, вот это, наверное, это один из последних снапшотов, которые реально удался разработчикам. Потому что вы знаете то, что, ну, то, что, то, что предыдущие снапшоты были какими-то немного, ну, вы поняли, да. То есть там кулдаун, откат на оружие добавили, всё остальное. Но это, ребята, круто. Крылья мы рассмотрели, но мы их отложим, остальные функции мы рассмотрим немного позже. Сейчас я хочу перейти к лодкам. Ребята, смотрите, какие новые лодки добавили. С веслами, офигеть. Новая система управления. То есть, если вы помните, то систему управления уже один раз меняли. Вроде сначала как будто обычно было, да, там вперёд, вбок и назад, да. Потом исправили то, что ты только можешь нажимать вперёд и управлять мышкой, куда тебе заворачивать. И, ну, чтобы остановиться. И shift, чтобы выйти. Но сейчас это намного изменили. Намного больше. Но сначала давайте, ребята, мы рассмотрим, как же... Дайте... Дайте... Опа, вот так. Дайте я выключу гейммод. Сейчас мы сначала рассмотрим, как же крафтится новая лодочка, да. Крафтится она, в принципе, очень даже просто, но есть небольшие изменения. Есть небольшие изменения. То есть, для того, чтобы её скрафтить, сначала нужно скрафтить лопату. Потом вокруг лопаты и получается у нас такая лодочка. Почему лопата? Потому что это всё-таки лодка с веслами, да. Поэтому и лопаточку. Вот мы ставим её сюда, садимся и смотрим, ребята. Как она сейчас работает? Как работает её управление? То есть, всё, ребята. Всё. Нету, нету вперёд, нету назад. Вы не можете сейчас так управлять лодкой. Как вы управляете лодкой? Вам нужно нажимать влево и вправо одновременно, чтобы лодка плыла вперёд. Это тяжело привыкнуть. Но с другой стороны, это более реалистично. Почему? Потому что ты махаешь и левым веслом, и правым веслом. То есть, ты махаешь, махаешь, махаешь. И просто-напросто плывёшь вперёд. Это логично. Да, Майнкрафт, наверное, хочет стать реалистичным. Ну, как заворачивать? Если ты хочешь завернуть влево, тебе, в принципе, нужно нажать... Вот смотрите, я ещё даже сам не разобрался. Если ты хочешь завернуть влево... Если ты хочешь завернуть влево, тебе нужно нажать вправо. Если ты хочешь завернуть вправо, тебе нужно нажать влево. Это, в принципе, тоже логично, да? То есть, если ты хочешь завернуть вправо, значит, тебе левым веслом нужно махать. Если ты хочешь влево завернуть, значит тебе правым веслом нужно махать Но это тяжело привыкнуть, ребята, да А если мы вообще будем, опа, 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 опа Как-то, ну вот видите, ребята, я уже чуть ли 30 раз не стукнулся Потому что, ну очень тяжело это все привыкнуть Ну круто, я согласен, что это реально очень круто, ребята Вот это новые лодки, они все более усовершенствуют вот это И это, если честно, мне нравится Ага, заметили, ребята, вы можете взять на свой борт пассажира Кролики, коровки, свинки, овечки будут с вами кататься на вашей лодке И вы видите, как это круто выглядит, ребята Это просто нереально круто выглядит, вот смотрите Ну я даже скрин сделаю для того, чтобы в группу выложить Ну, ребята, вы можете взять пассажира Вы даже своего питомца сможете взять И просто-напросто, если вы там словили, я не знаю, собачку, волка, да, какого-то То вы можете взять его с собой на прогулку по океану Да, если бы, конечно, еще текстурки были получше, да, если бы вот это не свисало, а просто как будто бы обрезалось, что ты действительно сидишь в лодке, а не через нее проваливаешься И чтобы вода не была внутри лодки, как будто ты тонешь, да, Титаник какой-то Если они вот это все пофиксят, то будет... Зашибись просто Но будем ждать, что они действительно вот это сделают Но вот это, вот это меня действительно очень сильно порадовало Потому что кролик, это офигеть как круто Честное слово, ребята, это не может не радовать Потому что вот эти два обновления меня, наверное, удивили больше, чем все снапшоты, которые вышли, ну, давным-давно вместе взяты Это офигеть как круто, ребята, честное слово, я просто не перестаю удивляться вот этому Но давайте мы сейчас рассмотрим, как же нам получить крылья То есть где вы их можете получить и как они вообще работают Чтобы получить крылья, нам нужно победить дракона Да, ребята, в принципе это логично, потому что крылья это вещь полезная Если ты, допустим, начнешь новый сезон, срубишь одно дерево, там пойдешь убьешь коровок, чтобы добыть себе кожу Или там еще что-то, нитки, кожу и сделаешь себе крылья То это, конечно, будет все намного проще А крылья, ребята, крафтить нельзя Их можно только найти Мы отправляемся Мы отправились, мы появились вот тут, ждем пока это все прогрузится Дракона, ребята, я уже убил Чтобы просто-напросто вам показать, да, как получить крылья После того, как вы убьете дракона, вам нужно отправиться в этот новый мир Это я рассматривал вроде в одной из первых даже частей снапшота Поэтому ничего тут такого нету Вы отправляетесь в этот новый мир с помощью эндерперла И вот, ребята, новый мир Это новые данжи, которые уже открываются Это новый эндер мир После прохождения первого эндер мира с драконом, да Вот, как видите, тут всякие различные построечки Но нам нафиг не нужны эти построечки Почему нам не нужны эти построечки? А потому что крылья спавнятся не в них То есть крылья спавнятся в кораблях То есть в кораблях, которые летают, которые парят просто-напросто в небесах И если бы у меня еще прогрузка чанков, я не знаю, была бы побольше Или я что-то не понимаю А нет, все-таки я думал, знаете, просто небольшой такой остров И все, мол, дальше нифига не будет А все-таки дальше что-то есть И мы, наверное, сейчас сможем Ну или хотя бы попытаемся найти летающий корабль Давайте-ка мы вернемся через пару минут Ну, секунд, да Ну вот, ребята, наконец-то я нашел вот этот корабль Мне, конечно, пришлось пересоздать мир Чтобы я все-таки смог что-то найти Но не факт То есть не суть Я его все-таки нашел И сейчас я вам, ребята, покажу, как это все работает Как только вы находите этот корабль Вы спускаетесь на нижнюю палубу Тут у вас будет монстр, как обычно То есть если мы выключим гейммод То он на нас нападет Будет у нас стрелять Но мы все-таки его включим Да, потому что Потому что Не хотим мы вот сейчас сражаться Хотя мы его убьем таким читерным путем Да, в принципе, ничего в этом такого нету Как только мы его убиваем Крылья вот тут Ух Давайте что-то даже посмотрим Нифига тебе, какие тут Офигеть вещички тут, конечно Кру... Тее... Так Я надеюсь, оно не улетело куда-то вниз А, наверное, вот тут внизу появилось Ух ты, нихрена себе Нет, все-таки оно, наверное, вниз улетело Поэтому, ребята, будьте с этим осторожны Видите то, что все-таки еще некоторые баги присутствуют И когда вы крылья все-таки достаете То они куда-то телепортируются Я, если честно, даже не представляю, куда Поэтому будьте с этим осторожнее пока что Может, в следующих версиях они исправят Если они хотя бы чуть-чуть умные То они, в принципе, заметят, что крылья не падают на пол А куда-то телепортируются Ну, это, ребята То, что я вам хотел показать Где же найти эти крылья Ну что, ребята А что делать, если, например, ваши крылья будут ломаться? Потому что у них есть прочность В них есть прочность Поэтому, ребята, будьте осторожны, когда вы летаете Потому что ваши крылья смогут Ни хрена себе Это что такое? Бх, смотрите, ребята Офигеть Ну, я надеюсь, что это пофиксит Это же все-таки еще пробные вот эти все версии Да, если хотя бы у них есть немного логики и ума То они увидят, что вот с инвентарем баг То, что крылья куда-то выпадают Давайте в шахту залетим, попробуем Не получилось, я даже чуть-чуть ли не умер И они, в принципе, это все попробуют исправить Я убился просто-напросто, чтобы опять тут заспавиться и прыгнуть Как вы видите, у ваших крыльей есть прочность И что я, ребята, забыл То есть, смотрите Как, быстренько я вам объясню Как на них правильно летать Чтобы они заработали Нужно прыгать вниз, смотреть вниз И потом плавно так подниматься Прямо как в Бэтмене Я, ребята, говорю Может, все-таки создатели Майнкрафта решили скопировать Бэтмена И взяли систему полета с него Потому что это, если честно, мне очень напоминает систему Бэтмена Я не представляю, почему Но очень мне это напоминает Но все же это также круто Как вы видите, прочность теряется Прочность, ребята, теряется И что делать, когда прочность полностью потеряется Когда ваши крылья уже начнут ломаться И не то, что ломаться А даже, смотрите, ребята Give Minecraft Вот, я выдал себе крылья уже поломанные Даже вот такие команды есть Что вам делать, когда вы уже доломали свои крылья? Конечно, у вас есть возможность просто-напросто взять и их соединить Допустим, вот так с другими крыльями у вас получится намного... Ну, так... Ну, вы поняли, да? Чуть-чуть отремонтированные Но вы можете просто-напросто взять Тут у меня вроде сундучок был, как я припоминаю Я его вроде ставил, но почему-то я сейчас его не вижу Вы можете просто-напросто отремонтировать ваши крылья И ремонтируются они, ребята, с помощью кожи Понятно, там, зашить что-то, какие-то дырки заштопать Это, в принципе, ребята, даже очень и очень логично Если у вас, например, 7, вы ставите одну кожу, у вас появляется 115 Если 2 кожи, значит 223 3 331 и 4 это максимум То есть, чтобы с нуля, с полностью поломанных крыльей сделать полностью прочные новые крылья Вам нужно ровно 4 кожи Это офигеть, какие малые затраты, ребята Вам нужно убить 2 коровки, чтобы отремонтировать, заштопать полностью ваши крылья Но крылья не ломаются В каком смысле? Допустим, давайте вот сейчас мы попробуем, ребята Что делается, когда крылья просто-напросто теряют свою прочность? Допустим, смотрим 2, 1 Вы падаете То есть, вы больше не можете летать Кылья у вас остаются Они не ломаются, но они просто перестают работать То есть, как вы видите Опа, я даже выжил! Я даже выжил! Ну, на этот момент Как вы видите, они просто-напросто перестают работать И чтобы они заново заработали, нужно заштопать все дырки И как вы видите, они даже в унитаре показаны, что они уже порваны Грязные Поэтому их, ребята, нужно отремонтировать Ну, зашить с помощью 4-х кожи с минимума до максимума В принципе, ребята, это все Я очень сильно буду рад, если вам понравился обзор этой новой версии снапшота Потому что мы все-таки готовимся к новой версии Майнкрафта Увидим, сколько много новых фига разработчики все-таки внесли Я и, ребята, еще раз повторюсь Если вам понравилось это видео, то поставьте, пожалуйста, лайк Я буду очень сильно рад, если вы вот это делаете Потому что я увижу то, что вам понравилось это видео И то, что вы хотите больше видео Я буду стараться для вас больше делать видео А вы постарайтесь для меня, ну, хотя бы поставить лайк Также оставить свой комментарий Потому что я общаюсь с своими подписчиками Кто не верит, тот может проверить Оставь свой комментарий под этим видео И увидите то, что я на него отвечу Поэтому не стесняйся, если хочешь со мной пообщаться Прошу в мой дом Также не забывай подписаться на мой канал Я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью Поэтому я вот прям тебя бы хотел попросить подписаться на мой канал Я буду очень сильно рад, если ты вступишь Еще раз скажу нашу банду семью подписчиков Ребята, на этом мы заканчиваем, к сожалению Но все же всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока